МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полноценная интеграция в общество. Такую задачу поставили перед собой разработчики государственной программы «Доступная среда». В ее рамках в Чувашии поэтапно проходит адаптация всех социально значимых объектов для людей с ограниченными возможностями. Для инвалидов по зрению, инвалидов-колясочников, конечно же, должны быть созданы равные возможности. И они точно так же должны иметь возможность пользоваться услугами. Татьяна Васильева привыкла справляться с жизненными трудностями. И тяжелый подъем на инвалидной коляске для нее не проблема. Тем более сейчас с ним она справляется практически без посторонней помощи. Новый пандус, электронный звонок, комфортное расположение дверных ручек. Все это стало возможно благодаря действию этой программы. Сейчас удобнее то, что в каждое заведение, куда приезжаешь, есть пандусы, подниматься и кнопки сигнализации, чтобы позвонить, чтобы встретили и проводили. Мы часто сюда приезжаем. Нам выделяют машину, на машине мы собираем по адресам своих колясочников и приезжаем сюда. Одним из первых учреждений Чебоксара, в котором стали создавать благоприятную среду, стал комплексный центр социального обслуживания. Теперь в нем созданы все удобства для маломобильных групп населения. Тактильные плитки на улице и в здании, специализированные компьютерные классы, таблички со шрифтом Брайля. Это лишь часть того, что сделали. Мы постарались все-таки же поле компактно, чтобы инвалиды у нас занимались. Это первый этаж, у нас один блок. То есть вот эти и социально-консультативное отделение у нас там же находится, и срочное социальное обслуживание, и компьютерный кабинет, класс. Это все в одном месте. Результат не заставил себя долго ждать. Количество маломобильных жителей Чебоксар, которые посещают этот центр, увеличилось. Работа по созданию комфортной среды ведется совместно с общественными организациями инвалидов Чувашии. В Республиканской клинической офтальмологической больнице уже оборудована регистратура, санузлы и три палаты для пациентов. Республиканские власти не оставили без внимания и общественный транспорт. Специальными подъемниками уже оснастили три автобуса и четыре троллейбуса. На остановках появились тактильные плитки, звуковые светофоры. Учреждения культуры также не остались в стороне. В ДК Южном появилась уникальная тактильная мнемосхема для слабовидящих. Она позволяет свободно ориентироваться в помещении. Стрелкой с плюсом обозначается подъем лестницы вдоль пути следования. Верхняя и нижняя ступенька лестницы имеют тактильные накладки. Индукционные петли, звуковые маяки, специальные дверные ручки и особая гордость Дворца культуры. Подъемная платформа для инвалидных кресел. С ее помощью колясочники могут без проблем подняться по лестнице на нужный этаж. Если раньше практически инвалиды-колясочники нас не посещали, то сейчас они облюбовали это место. И с удовольствием приходят и занимаются к нам по выходным дням. Стали приходить к нам и слабослышащие на такие интересные мероприятия, как фестивали, различные конкурсы. Фильмы мы начали показывать, специальные, специализированные, так скажем, фильмы для инвалидов. Детские сады пока еще не вошли в программу «Доступная среда». Но своими силами обеспечивают комфортные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Так в детском саду номер 7 появился автоматизированный робот «Лунтик». С его помощью дети с ограниченными возможностями могут играть, проходить обучение, узнавать что-то новое. В общем, вести активный образ жизни. Вадим Соколов с помощью «Лунтика» нашел нового друга – девочку Дашу. Я играю каждый день с Дашей в разные игрушки. Каждый день к нам приходит «Лунтик». И мы с ним играем, общаемся. А когда я болел, он приходил ко мне в гости. И я играл с друзьями в детском саду. Комнаты песочной терапии, интерактивные помощники, сенсорный стол и доска. Специальный подъемник в бассейне. Уже с раннего возраста особенные дети окружены особым вниманием. Чебоксарская школа номер 19 стала первой, где внедрили инклюзивное образование. Дети обучаются в условиях интеграции. Это есть специальные коррекционные классы, а также в условиях их инклюзии. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, дети инвалидов обучаются в одном классе со своими сверстниками. Коррекционные классы практически ничем не отличаются от обычных. Единственное отличие – учеников на уроке не так много. Третьекласснику Диме Иванову теперь учиться гораздо легче. Мне объясняют, как делать, объясняют, что надо делать. Мне интересно, я люблю все уроки. Поручни, пандус и расширенные дверные проемы. Весь первый этаж полностью адаптирован для детей с ограниченными возможностями. В школе успешно применяются методы сказкотерапии, анималотерапии. Созданы массажные уголки и сенсорная комната. Раз, два, три. Раз, два, три. В программу включили и новый урок ритмики. Раз, два, три. Раз, два, три. В рамках доступной среды адаптировано 27 объектов социальной инфраструктуры. В этом году создание благоприятной среды продолжится. К списку планируется добавить еще около 30 учреждений Чувашия. Главная цель этой программы сделать так, чтобы люди с ограниченными возможностями ощущали себя частью большого мира. И для этого в столице республики созданы все условия. С самого раннего возраста маломобильные горожане получают всю необходимую помощь и поддержку. Диагноз каким бы сложным ни был, не повод лишать таких людей всех радости жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова